хорошо поехали 14 боб и фантастические твари эпизод 14 сезон 4 добро пожаловать в мир магии боб к сожалению в последнее время здесь не до грязь темный волшебник гринда боб держит всех страхи чтобы остановить его тебе самому придется стать волшебником для этого понадобится три вещи волшебная палочка мантия и книга заклинаний отлично я выяснил где его убежище она в этом чемодане не удивляйся на него наложено заклинание незримого расширения так что внутри он куда больше чем кажется это все на косы же реклама фильма как добраться до гринды боба ты встретишь различных фантастических тварей первое существо на нашем пути флоббер червь можешь просто переложить его но учти он выделяет вязкую вонючую слизь собой концов но следующее существо куда опаснее это соплохвост гибридом антикоры и огня я понял с диного краба обладает прочным панцирем защищенном от заклинаний и способен извергать пламя это вроде неплохая серия я же сказал что заклинание хороший ход но со следующим существом это не поможет гигантский руни спор трехглавая змея каждая голова которой обладает собственным сознанием самое опасное из них бля голова напоминает игру змейки такой как бы 3d по-моему она была на стеке или на и не помыла на стеке да помните там еще таким кубиком подниматься было кушать такая классная была не забыл как называется снейк что-то там а или снейк просто называлась да помните охуенно кстати игра была правая ее зубы крайне ядовиты яйца ронеспура используют для зелья повышения интеллекта то что нам нужно змеи переваривают добычу около семи дней так что у тебя есть время придумать запасной план егор понятия не имею нет улететь на метле отличная мысль осталось только победить гриндебоба вам придется сразиться на магической дуэли ты можешь использовать любое из двухсот пятидесяти заклинаний включая запрещенные чары смерти боли и подчинения а вот и клон осторожней так ему ножи аккуратней давай же мы почти его победили снэйк рэд я не знаю я не помню если я помню могущественный волшебник боб ты бля чат я так бы хотел обладать кинг магическими способностями даже каким-то не особо крутыми может быть даже безвредными было бы так охуенно теперь отправь клона ко мне их всем наверное хотели дать срать 24 на 7 так чат боб застрял в интернете эпизод 15 добро пожаловать в интернет боб здесь есть все что только захочешь тут даже есть канал где за твоей жизнью следят 2 миллиона человек так что не подведи их один из клонов изменил свой код и превратился в опасный вирус чтобы отыскать его введем его имя в поиск он в даркнете боб отправляемся туда это сетевой червь боб один из четырех тысяч возможных вирусов он есть почти на третье всех компьютеров ты не сможешь с ним справиться самостоятельно хорошо что я как раз заказал тебе кое-что в интернете это антивирусная пушка боб это оказалось проще чем я думал так что валим отсюда это даркнет скрытая область сети где продают оружие людей и лучше тебе не знать что еще вот вирус боб он внедрился в каждый файл и копирует сам себя нужно выбираться отсюда кажется пронесло мистер фриман им чудовищем мы не справимся я кое-что придумал боб давай установим тебе нелегальное обновление которое может помочь он кстати говоря он кстати говоря еще жив мистер фриман помн даже видосы до сих пор делают эти ребята но которые все все это дело делали а еще я помню когда он появился и люди писали комментарии еще на супер старой версии ютюба и спорили кто его понял и так далее было умолительно читать уже тогда обращались к нему в надежде что их заметят и мне еще запрещать что-то будешь деревенщина отправь его мне отлично теперь тут же нужно кое с чем закончить блин конечно очень слабый сезон этот прям супер слабый и развязки быстрые тупые какие-то блять без от бессмысленные и безданных очень хреново очень-очень хреново блин прям как же как как же хочется досмотреть его до конца уже и посмотреть на новый сезон потому что говорят что следующий сезон 5 он гораздо лучше боб на диком западе ребят давайте мой меч голова орка с плеч добро пожаловать на дикий запад один из клонов по прозвищу бешеный пес стал опасным бандитом он ограбил банк и убил шерифа так что теперь ты будешь новым шерифом за голову клона назначена награда в 10 тысяч долларов на это можно было купить 50 тягловых лошадей 560 револьверов ремингтон и 5000 бутылок отличного виски начнем поиски клона с самого популярного места в городе мы отправляемся в салун здесь можно посмотреть на танец кан-кан сыграть в покер на деньги и выпить ядовитого бойла нет боб настоящие ковбои пьют виски это алкогольный напиток крепостью до 50 градусов в салонах часто подавался в разбавленном виде и вызывал сильное похмелье дезориентацию и тошноту я мне кстати говоря мне к цивили не нравится виски от них какой-то блядь они какие-то блядь не знаю как хуёво идут это бешеный пёс боб и он вызывает тебя на дуэль убивать на диком западе разрешалось только с целью самообороны поэтому на дуэли было важно вынудить противника первым достать пистолет и только потом выстрелить этот подонок убил тебя пуля попала в значок вот это удача на город напали индейцы джин худший что придумывает человечество но не джин тоник блять господи я еще помню джин тоник еб твою мать лучше спасаться бегством если они поймают тебя то снимут скальп к их основном оружие относят копье булаву лук и томагавк хотя в поздние годы они нередко пользовались и огнестрельным оружием отлично от индейцев мы оторвались это локомотив клон хочет на него перебраться максимальная скорость лошади составляет 48 километров в час а поезд скоро разгонится до 120 километров в час если углу на все получится мы никогда его не догоним я даже сок не пью из магазина то он же хуйня но сок из магаза который подается в этих упаковках это но это быть не сок это просто дохуя сахара это просто как напиток блять такой типа сладкий все это нет не надо это это нельзя воспринять как сок то что вы блять там видите яблочный сок или еще сок это вообще полная хуйня то есть там просто куча сахара калорий и это на самом деле очень бесполезно напиток и он никакой пользы не несет за собой абсолютно использую лассо бомб настоящий сок стоит очень дорого отлично и работа ковбой понятно блять понятно блять сука ябланы зачем-то вставились на полноценный трек они кавер да нет за это я думаю не прилетит за один только этот но